Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Коммунальный скандал. Энергосбыт Анапы едва не оставил без света детский санаторий. Воздушно-десантным войскам 85 лет. Как живут десантники. Футбольный клуб Анапа впереди. Коммунальный террор. Энергосбытовая компания Анапа на днях едва не оставила без электроэнергии. Один из детских санаториев курорта. Выключать рубильники пришли без предупреждения. А на территорию учреждения попали под предлогом проверки счетчиков. От таких варварских методов руководство детского санатория «Голубая волна» в шоке. Директор учреждения Роман Нарушевич провожает нас к месту событий. Терроризм какой-то. Террор развели в детский санаторий. Вот эти герои. Герои – трое электриков. Анапа – энергосбыта. Впрочем, утверждать, что они действительно электрики, не беремся. Предъявить удостоверение руководству санатория наотрез отказались. Пришлось вызвать полицию, чтобы остановить самоуправство. Вот захотели три гангстера, залетели и давай отключили электроэнергию. Когда мы уже прибежали, отключили, все подтвердят. Санаторий щелкнул, был отключен. Так что это за гром среди ясного неба? Долго запотребленную энергию нет. Энергетики требуют вносить авансовые платежи на месяц вперед. Делать этого не позволяет федеральный закон, по которому живет предприятие, объясняет главный бухгалтер. Мы теперь платим ежемесячно по факту. За прошлый месяц с нами оплачено по факту, по документам. Управление федерального казначейства проведено. Это именно за июль мы оплатим по фактическим документам. То есть на эту предплату ни разу мы еще не пропускали срока оплаты. Переговоры явно заходят в тупик. Одни просто исполнители и неуполномочные объясняться с кем бы то ни было. Других не делегировало руководство. Как, например, начальника отдела сбыта энергии Юрия Бородай. Он не только отказывается дать комментарий, но и обещает нам разбить камеру. И как тут удивляться поведению сотрудников, если у начальников такие манеры? Разбирательство наверняка продолжится. Возможно, в суде. Главное, чтобы свет в это время не отключали без предупреждения. Ведь ни стены жалко. В «Голубой волне» сейчас отдыхают больше двухсот детей. О них надо думать в первую очередь. Куда везет такси и не нарушает ли законодательство, выясняла наша съемочная группа. На курорте работа таксиста – дело прибыльное. Но далеко не каждый водитель имеет лицензию на пассажирские перевозки. Официальный знак – желтые шашечки на автомобиле. Нелегалы меняют на белые. Трюк, который якобы спасает от обязательств иметь официальное разрешение. Но свободно передвигаться по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, могут только лицензированные такси. Полоса для движения маршрутных транспортов, по ней могут двигаться также водители такси, которые официально в департаменте транспорта в Асанскому краю получили официальное разрешение, официально занимаются пассажирскими перевозками. Но есть, как вы видите, водители, которые такие разрешения не получают в департаменте. Их называют в простонародье бомбилы. Вешают они белые шашки. По закону мы их по этим статьям 12 главы КОАП привлечь не можем. Но так как они заезжают под полосу для маршрут-трансредств, они нарушают тем самым статью 12.17, часть 1. Рядовые мероприятия по выявлению нарушителей проводятся ротой ДПС совместно с отдельным взводом ДПС города Анапа. Вы водитель такси? Вы не водитель такси, да? Ну а почему вы тогда поехали по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств? То есть вы утверждаете, что это шашка, вы не такси? Ну я вам вопрос. Вот сейчас я отдал документы. А, вы отдали документы, да? Значит, на вас будет составлен институтный протокол за движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Нарушителю грозит штраф в полторы тысячи рублей. Полос движения, предназначенных только для маршрутного транспорта, в Анапе немало. Пионерский проспект, улица Крымская, Ленина и все они находятся под контролем. Ветеран Великой Отечественной Николай Никитович Анохин отметил день рождения, 92 года. Этот почтенный возраст он встретил в кругу дорогих ему людей. Николай Никитович давно уже лежит, ампутирована нога. Сын Сергея и невестка Лидия окружили его заботой. Говорят, возвращается то, что вложил в своих детей. Это на самом деле так и есть. Никто в этой семье никогда не услышал от фронтовика грубого или бранного слова. Китель с наградами к именинному столу офицера обязателен. Хоть и одеть его уже непросто. Ни одного человека из страны отца, матери, из братьев, ни дяди до такого возраста никто не дожил. Рюмка коньяка, да еще и до дна, армейская традиция и к такому случаю вполне законная. Но в жизни вредными привычками боевой офицер не баловался. Поэтому с единственной на век любимой Ниной Григорьевной прожил ровно 65 лет. Чтобы не грустить об ушедшей супруге, оставаясь один дома, ветеран занимается физзарядкой. И отвечает на телефонные звонки. У него прекрасная память и много друзей-ветеранов. О, здравствуй, дорогой коллеги. Спасибо, спасибо, дорогой. Уважаемый Николай Николаевич, участник обороны Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, по поручению главы города, его помощница здесь присутствует, Любовь Филипповна и Атанатского городского совета ветеранов. Мы искренне поздравляем вас с 92-летним со дня рождения. Желаем оптимизма, здоровья, дожить не менее до 100 лет. Почему бы и не дожить? Рядом с ним всегда ангел-хранитель. Сейчас это невестка Лида. В первый день войны, 22 июня, командир противотанкового дивизиона. Он спас солдат, желторотиков, вывел их белорусскими лесами от фашистов. На Курской дуге и под Москвой он уцелел тоже чудом, противостоя тяжелому вооружению. Пантера, Тигр, теперь самоходная артиллерийская установка Фердинанд. На Курской дуге пришлось добросовестно копать окопы, чтобы выжить. У нас была там оборона, организована вглубь до 250 километров. И солдаты лопатами прорыли окопы от Москвы до Владивостока. Красивое поколение, настоящие люди. Гордимся, благодарим, любим. 85 лет назад под Воронежем появилась первая советская воздушно-десантная часть. Задачи десантникам ставили непростые. Борьба с противником в воздухе, военные действия в тылу врага, прикрытие отдельных направлений, прорыв. В Анапе десантная дивизия была сформирована в 1948 году. В канун Дня воздушно-десантных войск наша съемочная группа побывала в 1141-м гвардейском артиллерийском полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой краснознаменной дивизии. Боевое прошлое у Анапской дивизии внушительное. Десантники не отсиживаются в гарнизонах. Личный состав воевал в Афганистане, принимал участие в контртеррористических кампаниях в Чечне, принуждении Грузии к миру и так далее. В дневное время коридоры расположения пустуют. По-армейски идеально ровно заправлены кровати, пустуют учебный класс, бытовка и даже чайная комната. Потому что десантнику расслабляться некогда. Ежедневные упорные тренировки и нагрузки. А вот и личный состав направляется на тренажеры воздушно-десантного комплекса. Воздушно-десантная подготовка. Тема контрольное занятие за июль месяц. На снарядах воздушно-десантного комплекса. Главное отличие десантников-парашютистов – взаимовыручка. За собой смотри хорошо, а за товарищем еще лучше. Пристегнуть элементы макета парашюта, проверить крепление и только потом приступить к упражнению. Все максимально приближено к реальности. Здесь находятся у нас тренажеры и комплекс специально предназначен для отработки лично-составом полка элементов прыжка, правильности отделения, группировки, приземления, а также действия в нештатных ситуациях, которые бывают при совершении прыжков. Это необходимо для того, чтобы лично-состав четко выполнял все действия, необходимые при совершении прыжка. В случае возникновения нештатной ситуации, чтобы лично-состав не думал, что надо делать в данной ситуации, а все это отрабатывалось до автоматизма. Тренировочный комплекс построили своими силами. Трамплины для отработки приземления, макеты вертолета Ми-8 и самолета Ил-76. Десантники отрабатывают посадку, размещение, группировку после отделения. Глядя на этих сильных и выносливых ребят, думаешь, где же у них слабое место, а оно есть – голеностопы. Комплекс тренировок специально разработан для их укрепления. И, конечно, на сапелях для подвесных систем отрабатывают осмотр купола и разворот по ветру. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, кубок, осмотр купок. Как говорят десантники, 100 литров пота на тренировках – ни капли крови в бою. Рядовой из Краснодара Алексей Иванов считает, что тельняшки и голубой берет – это красиво и престижно. Поэтому пришел служить в ВДВ. Элита России считается, что здесь хорошо все служится. Постоянная подготовка физическая, воздушная подготовка, учения постоянно – стреляем, бегаем. Поначалу было сложно, но нужно пройти всем. Вполне нормально, все справляются, все сюда шли, зная, что здесь будет. Не только прыгать с парашютом и стрелять приходится десантникам. Обязательная программа – военно-прикладное плавание. Десантник должен уметь плыть в полном обмундировании с оружием и выплыть из любой нештатной ситуации. На любом точке, где-то в местности есть определенные промежутки участков с водой. Нам надо их преодолеть. Для того, чтобы преодолеть, мы проводим здесь занятия по плаванию. В составе полка не только новобранцы. Много военнослужащих-контрактников. Они понимают, чего хотят от жизни. Сюда попал по призову. Мы всегда мечтали с детства быть десантником. Все это нелегкий труд – это быть военнослужащим. Все эти прыжки, стрельбы – это мужское дело. Всегда мне это нравилось. Вот решил, уволился и решил вернуться снова, так как не мог жить без этого. И Роман прав. Носить голубой берет непросто. Должно быть призвание. И не только. Сильные, выносливые, своими широкими спинами десантники готовы защитить мирное население от любых посягательств. Ну, как говорил наш великий военачальник Маргелов Василий Филиппович, это гражданин номер один. Это патриот своей страны. И многие десантники, которые служили и продолжают служить, они продолжают славные боевые традиции. И чтут традиции воздушно-надренных войск, несут ее через свою жизнь и передают последующим поколениям. Городской футбольный клуб «Анапа» вышел в финал Кубка Краснодарского края по футболу. Вчера в полуфинальном матче наша команда обошла своего принципиального соперника – геленджикский «Спартак». В жаркий вечер страсти накалялись не только на поле, но и на трибунах. Первый тайм прошел динамично. После перерыва обе команды действовали осторожнее. Отсюда почти полное отсутствие реальных колевых моментов. Всегда не хватало завершающего удара. Все скучились по футболу, играют нормально, стараются, но жарко. Надо делать на эту поправочку. Матч очень интересен. Во втором тайме вначале начал давить «Спартак» к геленджик, а потом игра сравнялась по-равнему. Преимущество мяча у «Анапа». Я постоянно хожу на футбол, болею за команду «Анапскую». Люблю футбол. Жарко, наверное. Играют медленно, в острых моментах немного. Интересная довольно-таки игра. Надеемся, что «Анапа» все-таки выиграет. В первом тайме счет открыл капитан команды «Анапа» Жумалдин Каратляшев. Но буквально тут же геленджик отыгрался. В основном времени с первой по 90-ю минуту счет не изменился. 1-1. Не решили исход матчей два дополнительных тайма. Судья назначил серию пенальти. Геленджикский «Спартак» проиграл итоговый счет матча 6-4. Финальная игра состоится 22 августа в поселке Афибский. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайна Медной горы». В пятницу 31 июля в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-33 градуса. Ночью до 20 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.